Приветствую вас, Аноним. Я думаю, что хотел бы обратить ваше внимание на некоторые вещи. Первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это то, что у вас есть, на мой взгляд, явные проблемы с НОТИНК. Мужчина откровенно вас оскорбляет, мужчина откровенно вас унижает, вы соглашаетесь с ним, но интим. После этого не можете ему писать, потому что обидены на него. То есть, я не чувствую, что вы отстаиваете свои позиции, я не чувствую, что вы отстаиваете, что вы защищаете свои интересы. Если вы этого не делаете, то кто это будет делать завал? Мужчина, ну, у него свои интересы, как бы есть. Второе. Вы не полагаетесь на себя в этой ситуации. То есть, вы очень сильно ориентируетесь на человека, очень сильно ориентируетесь на него, на то, что он сделал, на то, что он подумал, на то, что он сказал и прочее. Но вы не ориентируетесь на себя. Так вот, чувствуется какая-то такая вот, у вас неуверенность. Дальше. Бросается в глаза некая ваша пассивность. Я решил молчать, я решил выждать, я решил ничего не делать. Какая такая пассивность. Может быть, в этой пассивности и нет ничего плохого. Может быть, для вас, ваша пассивность является чем-то нормальным и естественным. Может быть, вы по-другому и не хотите, чтобы было. Но, именно с данным человеком, скорее всего, такая ситуация не работает. Не работает то, что вы пассивны. Как бы, с теми мужчинами, которых вы выбираете, вести себя нужно более активно, иначе ничего у вас, скорее всего, с ними не получится. Вот. Следующий момент, это то, что вы, мне показалось, конечно, может быть, вы чувствуете себя одиноко и достаточно, и хотите в семью, хотите в серьезных отношениях. Если это так, то с этим желательно разобраться. Для чего вам нужна семья вообще? Вот. Почему вы хотите в семью? Что она для вас значит? Ну и так далее. Тут, в принципе, довольно много нюансов, на которые, ну, на которые имеет смысл обратить внимание. Ваше. Ваше внимание. Дальше. Значит. Вы говорите о соперницах. Вы говорите о соперницах, о ваших соперницах, которые, условно говоря, не позволяют вам выставить отношения с мужчинами. Вот. Честно говоря, позиция ваша не выглядит зрелой и взрослой, потому что, ну, какие соперницы, если есть любовь? Вам? Вот. Слушайте, ну, поймите правильно, какие могут быть соперницы, если есть числа. Например, если бы у мужчины с вами были числа, да, то, ну, наверное, никогда бы не было ничего из того, что произошло. Ну, так, понятное дело. Так, понятное дело есть. Вот. Вы привязаны к мужчине, эмоционально. Я так, вот, по крайней мере, чувствую, что привязка есть. Дальше. У меня проблемы в отношениях с любимым человеком. Но я боюсь, что это не совсем любимый человек, потому что ведёт он себя по отношению к вам явно не как любимый человек. Ведёт он себя по отношению к вам скорее как тот, кто пользуется. То есть, видите, он вам, вот он говорит, что так как ты ко мне не относится больше никто. То есть, это, эм, он говорит о своих потребностях. А, вот какая штука, мужчина говорит о том, что он хочет. Вот. Вы этого даже не замечаете. Вот. И ваша позиция, э, в общем, напоминает такую больше материнскую, к сожалению, к сожалению. Вот. Вот. Ну и, э, жен, не женственно. В начале лета мы решили возобновить наши отношения без разрыва. Ну, кто мы, кто мы, это вот, очень важный момент, кто мы, кто такие мы. Есть его позиция, есть ваша. Мужчина когда-то предал и бросил меня. Опять, если мужчина раз, когда-то предал и бросил, то, на мой взгляд, вы, ну, ну, вы травмированы. И эта машина страдоваться, брат. Вот. Если вы травмированы, то травму нужно помочь пережить. Ну, ну, пережить. Вот. Словно говоря. А, вы этого, ну, на мой взгляд, не, не, не делает. Вот. Да. То есть, э, у меня нет ощущения, что вы, вот, значит, э, ну, вот, положили травму свою. У меня есть ощущение, что она до сих пор, до сих пор, вот, как-то вот, встревозит, втакует, волнует, вот, и проще. Это вот, тоже, проблем. А, дальше, почему вы решили, что у нас предал? Я, не ощущаю, почему вы решили, что у нас предал. Именно предал. Это что указывает на факт предательства с его стороны? Э, не оправдал ваших ожиданий? Да. Возможно. Возможно, действительно не оправдал ваших ожиданий. Тут спору нет. Но, по поводу того, что он пленал, я, к сожалению, не думаю. Он может, он может, раскаиваться. Я думаю, что мы об эту цену не poreю. И это происходит с rадом. И это где-то, который. Он сам, и в, это, 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 это и, то, это, это. В случае... Конечно, конечно, это предатели. Но в случае, если он не жалел, а он не жалел, ну, сложно говорить о том, что это предатели. По крайней мере, мне сложно говорить о том, что это предатели. Потому что это похоже на то, что человек просто не соответствовал тому, кем вы его видели. Вот. Другой вопрос. Должен ли он соответствовать тому, кем вы хотите его видеть? Дальше. Случайно встретились на слинном одеврождении, он предложил меня привезти. Ну, случайно встретились, опять же, ну, кратче, обещал, что не поступит со мной так же, как раньше. Нет, ну вы услышите, если, если он обещал, что не поступит с вами так, как раньше, вот, если он понял, что он не хочет поступать с вами так, как раньше, вот, то не совсем понятно, почему не нашел вас раньше. Сам, почему он сам вас не нашел? Вот. Значит, вероятно, не так уж и сильно он соревновал для себя вот тот факт, что больше с вами он так не хочет поступать. Что-то, что-то, такая, ну, на мой взгляд, достаточно поверхностная позиция с его стороны. Вот. Вопрос, конечно, к вам. Дальше. Так, я его любила много лет и простила его снова. Ну, простить, значит, принять таким, как он есть, а он вам обещал, что будет так не поступить. То есть, это, соответственно, изменение с его стороны, что, извините, на прощение, да, ну, мягко говоря, не совсем похоже. То есть, вот, именно на принятие человека с таким, какой, какой он есть, не похожим, к сожалению. Вот. Дальше идем. Дальше идем. Что вы пишите дальше? Дальше. И мы сейчас, так, надеемся, надеемся на это самое мудрее за это время. Видите? Здесь вот образ, образ. 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 Это, значит, значит, если вы хотите, если вы хотите, чтобы человек стал мудрее, к примеру, вот, что, на мой взгляд, вы не принимаете его так, как он есть. Словно говоря, он не настолько мудр, как вам, например, того хотелось бы. Вот. И вы не готовы его принять. Таки, таки. Вот. Поэтому это вот не похоже на, не похоже на, эм, прощение. Похоже больше на то, что вы увидели, эм, увидели, эм, для себя, то, что вам, эм, хочется. Вот. Это неплохо. То, что вы хотите получить для себя, то, что вам хочется. Это неплохо. Вот. Но, вместе с тем, вы становитесь зависимы от, эм, того, что считаете, эм, средством, э, достижения этого, что это вам делает зависимым. Дальше. Эм, с час 42 ему горе, когда он с ним познакомился, мне было 19, с час 30. Эм, ну, то есть, вот, очень много времени вы, это больше похоже на эмоциональную, эмоциональную зависимость от человека. Так. Он бизнесмен, вокруг него всегда было много женщин, так и отношений постоянных у меня не было, и я за это время не смогу создать семьи, я действительно попробую бы с ним, смотря на его многочисленных спутниц. Так. Эм, вы хотите создать семью? Вопрос, опять, эм, к вам. Насколько сильно? Почему? Почему вы хотите создать семью? А в 19 лет вы тоже хотели, хотели подать семью? Или как? То есть, вот видите, как бы, идея в том, чтобы разобраться с кем, а вы вообще сами чего хотите? То есть, если вам советует... А вам... Самое, вот, что, что нужно. То есть, вот, вот. Это такая вот Вот. Это такое вот, красова баб gearedusa. Сейчас это выглядит так, что вы хотите создать семью. Так, я решил попробовать быть с ним, несмотря на его многочисленных спутниц, как вы относитесь с ним? Чтобы быть с ним, несмотря на его многочисленных спутниц, нужно не принимать их всерьёз. Вы, судя потому что пишите, принимаете их всерьёз. Так что вы ревнуете, вам неприятно, вам тяжело и прочее, прочее, прочее. И то, что я считаю, что вам не должно быть тяжело, вы поймите правильно. Просто какая здесь субъективная сторона? Попробуйте быть с ним, а человека вы принимаете, таким как он есть. А изменения, которые он вам обещает, вы видите? Эти изменения есть. Условно говоря, в нём. То есть, у меня такое ощущение возникло, да, что он, вы, вот, просто поверили ему на слово. Ну, это не совсем, опять же, такая вот, корректная позиция для вас. Дальше. Я думал, что он посмотрел на меня другими глазами, я взрослый, цепляю его в цепи. А до этого не цепляли. То есть, видите, да, попытка, попытка завоевать доверие в человек. Вот. Попытка, как-то, вот, его привлечь. Вот. Вы хотите его привлечь, пытаетесь его привлечь. Ну, как бы, наверное, хотите доказать ему, что вы достойны. Так, эм, значит, я долго не могла решиться, всё-таки выступать не в отношениях, потому что много дам вокруг него, он богатый человек. А, в чём здесь противоречия? Всё-таки он сам предлагал встречися, я отношился, я решил не отказываться, почему. Я признал, что у него до этого времени не было данной люди, который бы относился к нему, как я. Ну, и, соответственно, об этом я уже говорил, что это, по сути, такое вот, отношение к вам, так же, как и у вас к нему, в принципе, как к средству. Вот. И, точно, определённые, ну, определённые такие ожидания, эм, по отношению к вам, к вам. Дальше. Он обижал добиваться меня в этот раз, но толком действия от него я не увидел. Ну, если вы сразу согласились с ним. На отношениях, на каких действиях, о каких действиях вообще идёт речь? Вот. То есть, ну, вы видите, ну, просто о каких действиях идёт речь, если вы согласились на отношениях. Вот. Вот. Какой, какая, какая у него, эм, ну, массивация. Так, тут, какой ему мотив подправляться к этому действию, да, если, если, если вы и так его. Вот. Вот. Зачем в этой ситуации что-то делали? Вот. Угу. 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 Мы действия ожидали, эм, от него, ну, просто так. Видимо. Вот. Угу. Просто за то, что вы есть. Ну. Это, это. Не работает. Не всегда. Что работает. Так. Дальше. Мне, мне главное было, чтобы он рядом был. Эм, вот. Неважно, будет ли два года остановить квартиру. Мы разругались из его своих старших. Сначала, которые родила им ребенку, моего осталось. Я потом обещал отдохнуть на море, но поехал с ней. Вот и не понятно. То ли это про прошлое вы говорите, то ли это про будущее вы говорите. Секретарша. То есть, вот. Как-то этот момент. Надо уточнить. Эм, хотя, мы провели теплый вечер, я видел, что ко мне тянется все равно. И ему хотелось от тепла, говорит. Он смотрит на него от миганты на выдреты, но ему хочется кардинально другого. Ну, опять же. Вот. Опять же. Понимаете? Штук ткака. Штук ткака. Скажем, что ему хочется кардинально другого. Только ему хочется. Понимаете? Ему хочется, хочется, не вам, что-то, дать. дать, а ему хочется что-то получить от вас. Вы его, кстати, хорошо достаточно, понимаете? Вот, плавно. Вот. Ну, то есть, вы хорошо понимаете его желание от вас что-то получить, то есть, ну, по сути, вы говорите с ним на одном языке, вот. Только вот от этого вы, ну, не становитесь как-бы ближе друг к другу, к сожалению. Если люди в отношениях друг к другу говорят только на языке своих желаний, то ничего хорошего этого не получается, к сожалению. Так, я решил ему не пробить, не провоцировать разговоры об этих женщинах. Ну, опять же, не совсем понятно, как вы сами к этому относитесь. Потом, я признал, что у меня в целом разговоре там просто прячется от меня, не показывает имя свои чувства, эмоции. Просто тянется ко мне тоже. Ну, здесь, опять же, есть у меня такое ощущение, что как будто бы вы в диалог ведете с ним. То есть, нет ощущения, что вы сформируете вопросы, вы рассказываете в туру, да. Вот. Вы, как-бы, понятно, что вы её проживаете. Вот. Ну, вы только считаете, что он вам тянется. Дальше, значит, я был рад, что меня становился потихоньку, мне было становилось время с невидимостью, тогда он умрел. Говорит, никто раз не целовал так по голове, как я, он целовал по голове. Вот. Так, я видел, он тянется, к этому ему приятно. Ну, вот, у вас много тянется, тянется, радует. Чувствует, что какое-то значение для вас это имеет. Вот. Может быть, вы как-то, ну, сами, может быть, тянетесь. К теплу. Человеческому. Или идите к теплу, ну, мужчины, например. Вот. Не знаю. Не знаю. Сложно сказать, но... Сложно сказать, очень много слов тянется. Это, это да. Так, эээ, я видел, так, эээ, значит, эээ, потом я узнала, она сознала его секретарь, что я прославлен на её 12 на улице и смирил её взглядом. Для этого она, видимо, познала вас к нему. Так, а, что значит, что вы, вот, смирили взглядом? Ну, зачем вы не смирили её взглядом? То есть, эээ, вы, вот, свои действия, да, ну, никак, никак не комментируете. Сейчас просто я что-то сделала и получила вот такой результат. А почему я это сделал? Что меня спровоцировало на такие действия? Не очень понятно пока что. Поэтому давайте постараемся несколько, эээ, несколько подробнее на эту тему поговорить конкретно. Как? И что вы сделали? Какая была у вас цель, когда вы это сделали? Вот. Да, она, эээ, вполне могла ему пожаловаться, да, безусловно. Так, а вы чего ожидали? Сама. Дальше. Граждан должен был ко мне приехать, обещал, но зажгать от него не последовало. Один родитель, когда мы встречали на встрече, он признал, что эта секретация за 32 года родила ему на этом настояле её родителей. Так как долго проработала, я тогда жила рядом с ним по соседству. Опять, видимо, это флэшбэк у вас. Вот. То есть, видимо, это всё-таки про прошлое вы говорите. Но... Что-то у вас так хаотично, так всё немножко... А... Получается... Описывается. Не совсем понятно, где настоящее, где прошлое, где будущее. Вот. Ну, то есть, где будущее, понятно, просто настоящее нет. Так, она долго проработала, я просто... Я была просто в чёке, она постоянно на пациенте не живёт, отношения не оформляла. Потом позвонил и сказал, что дочь у себя плохо чувствует. Я сказал, что дочь у себя плохо чувствует. Он решил вытащить меня из дома. Забирать в велосипед, как-то. Показал к себе, сказал, что хочешь поговорить. Ну... Опять же, немножко смутно. Здесь... Он говорит, что должен был приехать. Дорка от него не последовала на день рождения. Он вам позвонил. То есть, как-то вот хронология... Ну... Ускажает хронология. Вот. По крайней мере, у меня. У меня, да? То есть, кто кому... Кто кому звонил... Почему вы сказали, что плохо себя чувствуете? Угу... Не ясно. Да... Вот. Вот. Ну, может быть... Может быть... Может быть... Может быть... Мои вопросы вам... Помогут разобраться в себе. Вот. Дальше. Вы ожидали хорошего вечера, а он начал разговаривать раз на другом. Да? И вы все. И все к вам неприятно. То, как он вас называл и... Прочее, прочее, прочее. Знаете, я могу вас понять. Единственное, чего я, пожалуй, не могу понять. Это... Почему... Если вам было неприятно, как... Как он... Вот... Себя с вами вел. Да? Если вам это было неприятно. Почему вы с ним... Ничем наступили? А потом обещались. На него. То есть... Ну... Я бы не сказал, что... Ваши действия... Они... Здесь... Вот... Такие... Ну... Логичные... Логичные, что ли. Да? Я бы не сказал. Что ваши действия логичные. Я бы сказал. Наоборот. Ваши действия... Не совсем логичны. Ну... На мой взгляд. По крайней мере. Дальше вы... Представляете к человеку... К человеку... Свои... Наши... Претензии. То есть, говорите ему, что мог бы... Мог бы что-то сделать. Мог бы что-то сказать. Вот. И, в общем, говорите о своих представлениях о мысе. Вот. Как бы... Может быть... Вы и правы. Но реальному человеку вы за всем этим забываете. А реальный человек он... Вот такой. А принять его вы не готовы. Очевидно. Совершенно. И... Тонкость... Тонкость вся в том, что ей не надо... Принимать. Просто определите, что для вас приемлемо, а что нет. Определите, что для вас важно, а что нет. И посмотрите... Эм... Почему вы к человеку... Спустя столько времени... До сих пор... Так примерно. Вот. Значит. Эм... Мы решили сказать, что... Ну... Короче говоря, вот все его пожалеют. Я решил выйти три и посмотреть на дальнейшие действия. Ну... Не знаю. Есть ощущение, что машина просто вами воспользовалась. Это всё. Вот. И что в данном случае, ваша... Пассивность, она... Сыграла с вами злую шутку. Вот. И есть у меня вот... Такие... Подозрения. Я в этом... Конечно, не уверен. Но такие подозрения у меня есть. Что я вам могу здесь порекомендовать? Ну... Суноценкой поработать в первую очередь. Со своей... Женской... Моделью поведения. Поработать. Эм... С травмой... Поработать. Эм... С... 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 С телеполаганием. Потому что... Ваши действия сейчас... Говорят о том, что... Семью вы боитесь. Эм... Семью вы... Обходите страной... И очень-очень... Сильно. Вот. Ну... Вот так как там. То есть цель. Скажем. Вот... Знаете, если вы хотите чего-то, да? То нужно... Ну... Какие-то действия... Подпринимать. Чтобы... Ну... Чтобы сделать получить. Да? А вы... По моим ощущениям... Не сказать, чтобы... Чтобы очень... Активный. Вот. Я вас не обвиняю, но... Просто речь идет о том, что... Если вы же чего-то хотите, то... Ну... Ну... Нужно... Что-то сделать. Нужно что-то делать для этого. Вот. Эм... Значит. Ну... Вот. Соответственно. Я понимаю, что вы видели на второй процессе. У меня, наверное, должно себя голова на плечах. Он прекрасно... Ознает сообщение, что эти его девки будут против. Вот. Почему эти его девки? Да? То есть... Чувствует... Вот здесь вот... Ну... Ревность... Эм... С вашей... Эм... Странными. Да? Чувствует, что вы ревнуетесь. Вот. Чувствует, что... Вас... Это... Ну... Выводит из себя. Вот. Ну... Вот с этим... Эм... Изначально нужно поработать. Чтобы... Эм... Спокойно относились к тому... К тому... Какой мужчина. И это ощущение, что... Реальный человек за... Вот... Эм... Своими представлениями вы не видите. Вот. Это, конечно, очень... Большая проблема. Вот. Такая... Такая серьезная... Проблема... Проблематика. Вот. Самое... Что... Эм... Видеть... Видеть реального человека... Эм... Эм... Необходимо. Вот. Только... Тогда вы можете... См... 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 Ну... 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 Выстроить... Эм... Выстроить отношения с... Эм... Человек... Вот... Эм... Эм... Именно... Соответственно... Со... Тем... Что... Вы... Эм... Написали... Эм... Эм... Соответственно... Одного ответ, конечно, мало. Для... Решения вашего вопроса. Нужна консультация. Вот. И... Ни одна... Консультация. Чтобы вам помочь. Вот. Не знаю. Именно вот. Терапия. Нужна терапия. Вот. Ну... Это было опять же... Как я... Вижу... Эт... Этот момент. Вот. Эм... Я могу... Эм... Чего-то не знать. Конечно же... Вот. Но... Если вы хотите понять для себя, как быть... В первую очередь нужно понять... Как быть... Чтобы... Чтобы что. То есть, чтобы что в итоге. Человек не изменится... Таким... Как он есть... Он... Скорее... С собой будет. И это нормально. Вот. Так что... Чтобы что? Это... В зависимости... От... Ваших целей. Как раз... Как раз... Такие. И... Можно будет... Эм... Помочь вам... Эм... Эм... К этой цели прийти. Привнажение, конечно... Эм... Желательно... Обрести... Ну... Эм... Эм... Некую... Целостность... Эм... Своих... Отклёдов... Да... Целостность... Своей традиции... И так далее... Потому что... Не получится... Иначе вас воспринимать... Ага... Адекватно? Эм... Вот... Эм... 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 Вы не будете согласны. Я так скажу, что вы... На мой взгляд... К сожалению... Себе... В большей степени... Противоречите... Нежели... Чем... Эм... 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 Ну... Нежели чем... Эм... Эм... Продвигаете какую-то свою позицию. Эм... 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 Вот... Вот так вот. Эм... Такой ответ... Вам аноним... Обращайтесь... Эм... Эм... За... Эм... Консультацией... К любому вы... Специалистов... Вот... Я думаю, что мы можем... Мы сможем... Вам... Помочь... Конечно... При условии... Если вы... Тоже этого хотите... Вот... Если вы... Да... Допустим... Согласны с тем, что... Ну... что проблема есть, и проблема ваша, да, и так далее. Вот. Если вы с этим согласны, то всё, в принципе, можно решить. Главное, чтобы у вас было желание это сделать. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравилось, то я буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится.